Дай почитать. Он выдающийся отечественный генетик, автор трудов по медицинской генетике, генетике психических болезней, иммуногенетики. Он автор более 200 научных работ. При написании книги «Генетика гениальности» Владимир Эфреймсон поставил перед собой задачу выявить наследственные врожденные факторы, определяющие наивысшую интеллектуальную и творческую активность талантов и общепризнанных гениев. Он предложил объективный метод отбора своих гениев. Собрал и изучил десятки самых авторитетных в мире сводок, в которых были представлены имена наиболее признанных деятелей науки, культуры, искусства и политики. Он собрал, изучил и подверг статистическому анализу сотни групповых биографий. Он изучил десятки тысяч литературных источников, прочел сотни жизнеописаний выдающихся личностей мировой истории и культуры. В результате ему удалось разложить гениальность на факторы исходных потенциальных возможностей, снять с гениальности покров непостижимости тайны, освободить гениальность от обреченности на психоз. Он обосновал три главных понятия – потенциальный гений, развившийся гений, реализовавшийся гений. Большое внимание в книге уделяется решающей роли условий развития в детском и подростковом возрасте гениев. О гениях и гениальности написано множество книг, но кто они? Что делает их гениями? Владимир Эфраимсон отвечает на эти вопросы. В первой главе он утверждает, что количество гениев в любое время, в любом народе одинаково, однако оно зависит от воспитания и развития. И, наконец, автор рассказывает об истоках гениальности Эразма Роттердамского, Мильтона, Петра I, Томаса Мора, Свифта, Рузвельта, Лютера, Диккенса, Андерсона, Пушкина, Тютчева, Толстого, о высокоталантливых семьях и их гениальных представителях в книге Владимира Эфраимсона «Генетика гениальности. 16+.» Это и другие научно-популярные книги предоставлены информационным центром по атомной энергии города Кирова. Центр занимается популяризацией науки, инновацией, развитием экологического мышления и культуры. Все мероприятия центра бесплатны. Узнать о них можно в группе ВКонтакте Ицаи Кирова. Продолжение следует...